Сотни тысяч человек приняли участие в акциях, направленных на борьбу с климатическими изменениями. Марши с участием политиков и знаменитостей прошли в нескольких странах мира. Люди стали все больше задумываться о глобальном потеплении, виной которому, по словам специалистов, стал человеческий фактор. Крупнейший в истории марш в поддержку борьбы с изменениями климата состоялся в Нью-Йорке. По приблизительным подсчетам организаторов, в нем приняли участие более 300 тысяч человек. В первых рядах демонстрантов шел генеральный секретарь ООН Пан Гимун. Уже завтра он примет делегации со всего мира на Генассамблеи, посвященные мерам по снижению выбросов парниковых газов. Изменение климата – это определяющий вопрос современности, и мы не должны терять время. Если не начать действовать прямо сейчас, в будущем нам предстоит тяжелая расплата. Среди участников марша были такие известные люди, как бывший вице-президент США Альберт Гор и актер Леонардо Ди Каприо. Как говорят организаторы, нынешний марш собрал намного больше участников, чем аналогичная акция пятилетней давности в Копенгагене. Демонстранты уверены, что смогут привлечь внимание всего мира к проблемам экологии. Происходящее сегодня несет в себе мощное послание, что люди должны серьезно относиться к климатическим изменениям, потому что мы сейчас живем в уникальный момент, когда проблему можно решить достаточно быстро. Но если ничего не делать, то уже через 15 лет будет поздно. Аналогичный марш прошел сегодня и в Рио-де-Жанейро. Там, несмотря на ливень, на улицы вышли сотни горожан. Активисты шествия говорят, что их цель – мобилизовать людей, чтобы сделать борьбу с климатическими изменениями глобальной темой. Такие же акции прошли более чем в 160 странах мира. Экологические марши начались через несколько дней после публикации доклада Американской национальной администрации по контролю за мировым океаном и атмосферой. По данным организации, в этом году август был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодой. Виной всему глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, считают экологи. Асем Ахмед, Нурсулу Букваева.